Вечер встречи выпускников – это долгожданное событие, которое объединяет не только бывших одногруппников и старых знакомых, но и целые поколения. Каждый год в 6 часов вечера в сквере ТГУ люди собираются, чтобы поделиться новостями, вспомнить счастливые студенческие времена и, конечно, разделить радость от своей встречи. Музыка Просто изумительно. Как я хочу сказать, мир юности вспоминаем. Замечательно. Атмосфера, конечно, волшебная, красота вокруг. Прекрасно. Я сегодня приехал из Астрахани вот специально только на эту встречу. Вот с корабля и на бал. С машины. Ну, а потом машина. А учились мы в самое благородное время. Это был 75-й, 81-й год. Мы вспоминаем, я лично, как познакомился вот со всеми этими людьми в студсовете, как мы сами когда-то устраивали мероприятия, как мы дружили. И, несмотря на то, что у нас была своя деятельность учебная, мы занимались еще внеучебной деятельностью. Это было достаточно классно, весело. Конечно, самые лучшие – это воспоминания о молодости, воспоминания о студенчестве, о тех прекрасных годах, о общежитиях, в которых мы жили. Ну, в общем, все самое лучшее, что можно вместить в это понятие. Вот сегодня такие ожидания у меня, например. Не знаю, как у Марины. Номер 100, 99. Вот учеба длилась всего 5 лет, но эти 5 лет на всю жизнь – это кажется огромным каким-то расстоянием, когда много друзей, много воспоминаний. То есть это отличное время учебы, которое на всю жизнь – замечательное время. Воспоминания. Я выпускник 89-го года. Вот тут мои тоже, как говорится, сокурсники, сокурсницы. Такие тетеньки вообще прекрасные. Вот это самое, пожалуй, лучшее воспоминание – это женщины. Ну, второе лучшее воспоминание – это, конечно, бесплатное высшее образование. Я и аспирантуру закончил в свое время. Диссертацию могу защищать сейчас. У меня сданы кандидатские экзамены. Есть справка. Но она мне сейчас не нужна, ибо я инженер-конструктор на заводе «Волга-Сэммаш», а там кандидатская степень не нужна. Еще, конечно, досуг здесь был всегда хорошо организован, не только сейчас, но и в свое время. Только раньше мы его организовывали сами. Я училась на кафедре строительства и философии. На самом деле, 4 года подряд там были как один сплошной интересный случай. В принципе, это обучеба как-то обеспечила, потому что, условно говоря, в течение 2 раза за 4 года у нас были так называемые костюмированные семинары, к которым мы заранее готовились, собирали костюмы, придумывали сеттинг и так далее. В принципе, это можно вспомнить, но еще помимо учебы я состояла в студенческом активе, где в том числе буквально каждый месяц происходили интересные запоминающиеся случаи, в том числе подготовки к студ-веснам. Практически все свои студ-весны я участвовала в изготовлении декораций, поэтому я знаю весь труд и путь к замечательным декорациям на сцене. Самое главное, хотя особо не учились, но диплом сдали все, и когда я сдавал диплом, я тогда и понял, чему я учился на самом деле. То есть я понял, чему меня учили, потому что учителя были тогда, ну, я не знаю, классные, обалденные. И причем, я говорю, как везде, наверное, в любой группе есть паровоз, ну, может быть, два-три, да, то есть кто вот именно глубоко ныряет, то есть как бы все знает, и он нам всем помогает потом. Да, то есть, ну, было здорово. То есть мы учились и отдыхали, и причем отдыхали так, что... Мало не понравится. Да, 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 было очень круто. На самом деле все, наверное, дни студенчества, они наполнены чем-то интересным, чем-то уникальным. И каждый день, когда ты проживаешь на каком-то мероприятии, когда ты участник, волонтер, организатор, ты вдохновляешься. И я думаю, что, правда говоря, что студенческие годы, они самые яркие, они дарят самые неизбываемые эмоции. Взаимоотношения с одногруппниками и с теми людьми, с кем я познакомилась во время студенческих лет, с кем мы творили всякое во внеучебной жизни, с кем мы очень интересно проводили пары, преподаватели, которые тоже довольно-таки интересно нам преподносили свои предметы. Это, да, люди, это самое запоминающееся. Будущим выпускникам никогда не стоит забывать о том, что они могут продолжать традицию встреч и уже через год, 1 сентября, снова прийти в сквер ТГУ, чтобы увидеться со своими друзьями.